Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию продолжение большой темы Марты «Окно в новый мир. Команда адаптации. Отец-Абсолют читает Лора». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу рассказать вам, как будет осуществляться ваше сотрудничество с галактической семьей после того, как произойдет слом старой системы правления на Земле. Поскольку к появлению на вашей планете представителей иных цивилизаций в физических телах большинство людей еще не готово, то на первых порах взаимодействие с ними будет возможным только через посредников, коими и являются воплощенные на Земле представители этих цивилизаций. Именно через них вам будут передаваться знания и новые технологии во всех областях вашей жизни. Иногда это будет происходить открыто, но чаще дискретно. Все будет зависеть от того, какого рода знания будут вам необходимы. О том, что такие технологии имеют инопланетное происхождение, до поры будет скрыто от людей, дабы не вызывать ненужного ажиотажа и чрезмерного любопытства. И только когда большинство жителей вашей планеты окончательно перейдет в четвертое, а частично и в пятое измерение станет возможным рассказать больше о тех, кто вам помогает. Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы уберечь психику людей от резких перемен в их жизни. Пока в их подсознании живы мифы и легенды об инопланетянах, которые навязывались им десятилетиями. Люди могут отреагировать неадекватно на их физическое появление на Земле. А любой испуг, недоверие и настороженность несут в себе энергии низких вибраций, что недопустимо на Земле четвертого измерения. Сознание людей является самой уязвимой частью перехода, поскольку оно легко управляемо извне. И пока такая угроза сохраняется, поскольку далеко не все могут перейти черту, отделяющую третье измерение от четвертого, процесс физического сближения землян и обитателей высоковибрационных цивилизаций не должен форсироваться. Не забывайте о том, что многие ваши родные и близкие окажутся по другую сторону границы, и их влияние на вас какое-то время будет сохраняться. Слишком уж сильны родственные связи на Земле. И только после того, как произойдет окончательная отстыковка вашего сознания от всего, что вас связывало с трехмерным миром, вы сможете окончательно пристыковываться к вашей звездной семье и вашим галактическим братьям и сестрам. Но чтобы этот процесс происходил плавно и безболезненно для вас, и была отправлена на Землю команда адаптации, призванная обеспечить энергетическую и физическую связку землян, перешедших вместе с Землей в новое измерение, с их галактической семьей. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Команда адаптации». Продолжение следует...